В Чите немало исторических зданий, в них жили довольно состоятельные люди, особенно те, кто смог нанять художника Генриха Энгеля, чтобы оформить интерьер. Например, дом купцов Шумовых, Игнатьевой, попросил расписать свой дом и богатый читинский промышленник Давид Фукс. Однако кисть художника современники обнаружили спустя 61 год, в детском саду 47. В начале 90-х рабочие разбирали перекрытия и под слоем побелки нашли шагающего ангела. Говорят, их было четыре в каждом углу, сохранился только один. Сейчас он находится в Краевом центре охраны, сохранения и объектов культурного наследия. Изучение краски мы не производили, у нас специалистов нет. Для того, чтобы восстановить такую роспись, тоже нет ни средств, ни возможностей. В этом детском саде и на стенах были найдены росписи, но в связи с тем, что это некому восстанавливать, они были просто скопированы, отфотографированы и у нас хранятся в архиве. Но для того, чтобы заниматься этим, это, конечно, нужны огромные деньги, нужны специалисты у нас в городе, не то что реставраторов-художников, у нас даже очень мало реставраторов, которые занимаются обществоительными работами. Лучше всего до наших дней сохранились натюрморты на потолке. В 2008 году их отреставрировали студенты Забайкальского краевого училища искусств. И, пожалуй, это единственная помощь и вклад в сохранение живописи. Больше всего творения Энгеля, конечно же, ценят дети. Мы с ними изучаем то, что вот эта комната, она называется комната натюрмортов. В медальонах изображены натюрморты. Мы вместе с детками это рисовали. Они знакомы с понятием натюрморт, потолочная роспись, травяной орнамент. Кстати, в этом вот именно травяном орнаменте, когда Генрих Энгель закончил художественное училище, его отправили в Тегеран расписывать дворец Шаха. И вот в этой росписи, в потолочной, конкретно здесь элементы этой росписи присутствуют. К работам Энгеля в детском саду относятся с трепетом. Только белят бордюр вокруг рисунков на потолке и клеят обои, не снимая штукатурку. Ведь, кто знает, возможно, под ней спрятаны новые шедевры. Сотрудники говорят, что когда-то снимали слой штукатурки, и там тоже нашли роспись. Но быстренько все это дело залепили обоями. Настоящий дух истории царит в подвале. Спускаемся по крутой лестнице и видим выход к Энгоде. Недавно его, кстати, пришлось размуровать из-за протечки. И две каменные комнаты. Раньше, когда в доме располагался милицейский участок, возможно, тут держали подозреваемых. Позже здесь хранили овощи для детского сада. Кстати, в 90-х, когда на потолке вскрыли рисунки, рабочие попытались найти клад, но ничего не обнаружили. Говорят, что ночной жизнью живет детский сад. Сорожа об этом говорят, и говорят также повара, что иногда слышат какие-то шорохи, детскую музыку. После того, как Энгель покинул дом, большевики разместили тут районы управления милицией, а после приемник-распределитель для детей. В 1936-м в здании и вовсе открыли ресторан. Сейчас тут 47-й детский сад, и, похоже, маленькие четинцы красоту таинственного прошлого ценят больше всего. Валерия Квашнина, Валерий Широков, ЗАПТ-ТВ.